Средневековые рыцари, киевские дружинники, казаки, бойцы Красной Армии. Воины разных эпох показали свою силу в поединках на фестивале исторической реконструкции «Сибирский огонь». Тысячи зрителей следили за схватками времен Наполеона и Второй мировой. Каково это – почувствовать себя в шкуре закованного в колодке вора? И можно ли средневековым копьем сбить современный квадрокоптер? Об этом Артем Шершнев. Пушку прочищают ревновиком. Потому что было дело после каждого выстрела, иначе бы при следующем выстреле пушку просто раздавало бы. Переждав артиллерийские выстрелы и зная, что до следующего выстрела еще достаточно долго, расстреливание было крайне... Примерно так мог выглядеть бой за какой-нибудь сибирский острог в 17 веке. Врагов в то время очень много было. И даже свои являлись врагами, потому как нажива, самое главное – это ИСАК, это шкура убитых животных, которые ценились очень-очень дорого. Тогда были даже дороже, чем золото. В соседнем лагере – киевские дружинники 11 века в боевом облачении. Чтобы выйти на поле боя, реконструкторы досконально изучают быт и вооружение той эпохи. Вот этот меч, например, точная копия найденного на Украине клинка. Он находится у частного коллекционера, то есть не пришлось выходить на человека, договариваться с ним, чтобы он подпустил к своей коллекции ювелира, сняли оттиски с набора рукоятки, чтобы не сделали этот клинок. Это сейчас в армии новобранцев сразу ставят на довольствие – выдают и обмундирование, и паек. В начале 16 века германские наемные солдаты – ланскнехты – боевые доспехи покупали сами или добывали в бою. Ланскнехт – рядовой солдат. Он за месяц зарабатывал больше, чем фермеры в год получал. Были ланскнехты на двойном жаловании – допельсолднеры. Это как раз ланскнех, у которого был комплект доспехов, фикотом, алебарда. Он получал двойную ставку. А за проступки могли посадить в колодки. В колодки садят либо провинившийся солдат, либо преступников, совершивших не тяжкие преступления. То есть это вещь не казни, а наказание. За кражу, например, заковывали на три дня, без еды. Те, кто пробовал, говорят, что и три минуты сложно выдержать. Плохо. Чувствую себя. Здесь вот как бы подумаешь, что здесь будешь сидеть три дня без еды. Тяжело. Руки, это уже больно. Почти все реконструкторы шьют и куют вручную. И материалы стараются использовать те же, что и в средневековье. Оказывается, что шерстяное платье маркетанки вполне пригодно для сибирской жары. Я вчера ходила в льняном платье, мне было жарко. Я думала, умру. А здесь оно настолько плотно облегает, что оно не пропускает жар внутрь. То есть у меня там внутри комфортная температура. На самом деле в шерсти, на жаре, как оказалось, гораздо комфортнее. А средневековое копье или топорик вполне могут поразить летящий дрон. На «Сибирский огонь» в этом году съехались более 500 участников и около 40 тысяч зрителей. За несколько часов они словно пролистали учебник истории. Да не просто с картинками, а с живыми иллюстрациями. Артем Шершнев, Лидия Захарова и Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.